Да, меня зовут Хадет Лой, и этот вебинар по критическому мышлению я буду вести. Сейчас я открою презентацию. Так, перед тем, как перейти на презентацию, я бы хотел сказать, что, ребят, если у вас возникнут вопросы, я отвечу на них по окончанию этого вебинара, поскольку есть некие технические проблемы, поэтому если я буду смотреть себя на телефон, это будет отвлекать. Поэтому если будут какие-то вопросы, просто запишите где-нибудь, а потом можете задавать в конце данной презентации или же вебинар. Спасибо всем большое. Итак, начнем вебинар. В первую очередь я бы хотел рассказать чуть-чуть про тебя. Меня зовут Хадет Владимир Зуда. Я выпускник программы, американской программы Юград, а также амбассадор медиашколы Каварижа. И сейчас я буду говорить о своем опыте, который я набрал в Америке, а также о критическом мышлении, который действительно важный навык считается в 21 веке. И надеюсь, что вам понравится этот вебинар. И надеюсь, что вы поделитесь со своими друзьями. Хорошо. Я уже сказал, что вопросы будут в конце. А теперь... Окей. Окей, хорошо. Так, ребята, в первую очередь, что такое критическое мышление, да? Сейчас, не знаю, очень много людей подключилось к данному вебинару. И спасибо большое, в первую очередь. Во-вторых, все сюда пришли для того, чтобы научиться критическим мышлением. И это говорит о том, что многие из нас, многие из вас, они имеют некие какие-то поведения, некие характеры, которые мы на самом деле не понимаем, откуда к нам пришло это. И это поведение нам... Мы смотрим по сторонам, мы учимся у этих людей, да? Мы видим, что так, значит, это правильно. Поэтому мы не думаем критически, мы не делаем какие-то анализы, какие-то выводы. И мы начинаем делаем, а в автомате делаем это. Критическое мышление сейчас говорит о том, что заставляет задумываться, размышлять о каждом своем действии и о каждом своем поведении, о каждой своей черты критично. И просто судить себя таким образом, чтобы ты потом понял, почему именно так действовал. И об этом и о других частях критического мышления мы будем говорить позже. Итак, контент данного семинара состоит из нескольких частей. Это в первую очередь важность критического мышления и в первую очередь про само критическое мышление, понятие, почему именно критическое мышление и важность критического мышления, ценность критического мышления. Потому что кроме того, что критическое мышление сейчас является важным навыком, а также этот навык считается ценным, и в определенных случаях я расскажу, почему. А также я буду говорить о том, почему именно критическое мышление сейчас очень важный, скажем так, навык в 21 веке, эпоха диджитал. И я расскажу, как критическое мышление поможет вам принять эффективные решения, а также методы и ресурсы для развития критического мышления. Хорошо. Перед тем, как перейти, надо обновиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо. Тогда сделаем по-другому, потому что... Сейчас слышно? Всем хеллоу. Сделаем по-другому. В презентации, в которой у меня было, некоторые гифки были, и поэтому, поскольку не показывает некоторые гифки на платформе, поэтому я открываю PDF-файл презентации на платформе сама. Но хотел бы сказать, что я в презентации использую некоторые мемочки и гифки для того, чтобы было интереснее. Тем не менее, можно использоваться PDF-файлом платформы, и сейчас я открыл. Надеюсь, что вы увидите эту презентацию. Сейчас видно? Так, хорошо. Хорошо. Теперь перед вами презентация. То есть вопрос, задание. И, к сожалению, гифки не двигаются, что очень плохо. И вот задача. Задача говорит, что перед вами три двери. За одной пожар, за другой лев, который не ел вод, за третий убийца. У вас в руках пупщин с водой. И возникает вопрос. Какую дверь вы откроете, чтобы выжиться больше вероятности? Да, было бы хорошо, если бы вы написали дверь. И почему? Ну, в самом деле, очень хороший вариант. Никакую не открывать. Тоже надо раздержаться. Это тоже умение критической мысли. Потому что лев за год умер бы. Хорошо. Зачем их открывать? Действительно, да? Нет, вам необходимы это условие задачи, чтобы... И для того, чтобы выжить, надо открыть одну из этих дверей. А там, где убийца, уже человек, можно будет договориться. Дарит кувшиной, дала попить льву, помешала дальше. Хорошо, еще два ответа. Хорошо. На самом деле, спасибо большое за ответы. Многие говорили, что я бы не открыл вообще никакую дверь. Но, да, воздержаться тоже умение как-то критической мыслить. Год без... Тем не менее, здесь говорится, что здесь вопрос на внимательность. Потому что за дверью, которая, где находится вообще лев, он не ел год. И зато за этот период он уже давно умер. И ты можешь запросто просто зайти и пойти по своим делам. Вот. Одна из черт, скажем так, критически мыслящего человека – это внимательность. И для того, чтобы решить вот такие задачи, необходимо, чтобы посмотреть со всех сторон, да, посмотреть, анализировать и обращать внимание больше всего. Поэтому и мы сейчас попробуем это изучить, научиться как-то быть внимательным. Итак, критическое мышление. Хочу отметить, что Ричард Холл вообще дал вот такое определение очень сложным. Я сделал максимальную визуализацию, использовал максимальную визуализацию и сделал максимально понятное для вас. Надеюсь, что будет так. Что такое критическое мышление? Критическое мышление, по мнению Ричарда Пола, психолога и основателя фонда по критическому мышлению, это концептуализация, применение, анализ, синтез, оценка информации. Что такое концептуализация? Это первичная просто теоретическая информация. Первый раз, когда мы изучаем что-то, это концептуализация. Потом применение информации, анализ. Синтез – это размышления над этой информацией, предыдущим знанием, которое у нас было. Не оценка, но мы все знаем. Информация, которую мы получаем, входит в наблюдении, опыта размышлений и рассуждений. И что это вообще значит? Я покажу на примере. Допустим, я возьму понятие критического мышления. Мне нужна информация по критическому мышлению, и я беру одно определение из интернета. Первый шаг – это концептуализация. Я изучаю что-то и получаю какое-то знание, это получается концептуализация. Потом применяю это знание. Я использовал это определение у себя на вебинаре. И анализирую, нахожу несколько определений критического мышления. И говорю, что, да, допустим, вот это определение Ричарда Пола более подходящее. Потому что есть огромное количество определений по критическому мышлению. И я думаю, что самое подходящее это. Синтезирую. То есть я думаю, что когда я еще изучал что-то по критическому мышлению, и использую те знания и эти знания, и даю оценку, что что это определение по критическому мышлению самое подходящее, самое, скажем так, весомое для этого влияния. Итак, это было очень сложное определение, я думаю. Поэтому для того, чтобы сделать более легкую, показать в более легкую форму, это критическое мышление – это искусство оценки информации. Здесь гифка была, Шарлок Холмс просто задумывается о слове liberty, и вот таким образом можно сказать, что если у человека сильное критическое мышление, разбитое критическое мышление, то человек думает о конкретной информации тысячи раз, они анализируют, синтезируют и оценят. И информация может быть здесь аргументом, здесь может быть убеждением, здесь может быть стереотипом, здесь может быть любая информация, убеждением, которое вы получаете. Вы сталкиваетесь с информацией, вам необходимо оценивать эту информацию с разных сторон. Сейчас мы посмотрим критическое мышление на примере, как можно оценивать какую-то конкретную информацию, и мы посмотрим, насколько это полезно сейчас. Итак, да, говоря о важности критического мышления, нам надо понять, что почему именно критическое мышление стал трендом в 21 веке. Эпоха digital, об этом еще чуть позже расскажу еще. И вообще 21 век был, эта технология информатизация очень сильно повлияла на решение многих работодателей, и работодатели решили, что человек, сотрудник, у которого сильно развито критическое мышление, он свободен, он может предлагать какие-то инновационные идеи, он может давать какие-то рекомендации. Вот, и я отвечу на вопросы позже, я прошу прощения, потому что можно откликаться, и я обязательно отвечу на вопросы. Так вот, и критическое мышление по прогнозам Всемирного экономического форума, которые провели в 2015 году, они сказали, что в 21 веке критическое мышление станет одним из важнейших навыков вот этого века, да, потому что важно решение сложных проблем, важно креативность, важно принять решение, эмоциональный интеллект, ведение переговоров. Все это приплетается с критическим мышлением, и критический мыслящий человек дает больше инновационных идей, больше отдачи компаний, и поэтому считается, что критическое мышление будет больше в тренде, и больше будет потребность в этом навыке. Вот, и хочу сказать, что предыдущий этот прогноз был сделан на основе опросов из европейских стран, из России, из Америки, и поэтому могу сказать, что до нас этот прогноз дойдет где-то, допустим, к 2025 году. Поэтому я думаю, что еще больше будет потребность к этому, чтобы люди стали критическими умыслителями. Так вот, почему еще важно критическое мышление? Потому что, чтобы мы задумывались о действиях, которые мы ежедневно делаем, да, допустим, просто простое потребление мяса, и просто посмотреть на себя со стороны, и размышлять, что, думать, что почему именно мы действуем так. Допустим, простое потребление мяса, да, я могу отправить презентацию потом, после вебинара. И вот на основе потребления мяса, простое потребление мяса наше с вами, я покажу, что действительно потребление мяса влияет негативным образом на окружающую среду, на наше с вами здоровье и на жизнь животных. Почему? Потому что 37% вообще выбросов метана, а метан – это парниковый газ, который усугубляет, скажем, ситуацию с глобальным потеплением, это 37% выбросов метана – это доля агропромышленных ферм. Агропромышленные ферм, они занимаются просто, чтобы больше производить мясо, да. Поэтому это усугубляет состояние глобального потепления и сильно негативно влияет на изменение климата. Вот другой факт, что выбросы парниковых газов животными равны выбросам всех видов транспорта. То есть все виды транспорта в мире сейчас производят наравне, чем, наравне с животными сегодня мясом. Это ужасная, скажем так, такая процентовка и негативно тоже влияет на окружающую среду. Говоря о здоровье, можно сказать, что вегетарианцы живут на 7 лет дольше, чем люди, которые потребляют мясо. И источники про данные исследования, которые есть, я еще в конце вебинара вам предложу, и я могу скинуть презентацию, чтобы вы посмотрели и провели исследования, какие-то правды, и правду я говорю или нет. Так вот, сейчас, так вот, также говорится, что потребление красного мяса увеличивает риск болезни сердца на 16%, а болезни рака на 10%. То есть потребление мяса тоже влияет негативно на наше с вами здоровье. И в конце жизнь животных, и сейчас мы видим, что агропромышленные фермы, они, их основная цель – это максимальный объем, максимальный доход при минимальных расходах. Поэтому они используют очень много лекарств для того, чтобы сделать объемы вот этих животных большими, и чтобы и тратить на них меньше, скажем так, денег, да. И вот в результате вот эти животные станут каким-то очень, будут жить в ужасающих условиях, но будут просто жить, потому что их, скажем так, ферма так делает. И есть мнение, что самый лучший день для животных – это день их смерти. Вот. Это три аргумента в пользу того, что потребление мяса влияет негативно на нашу жизнь вообще в целом, да. И вот такой вывод можно сделать, если мы рассматриваем какой-то вопрос критический и приходим к такому выводу. Я надеюсь, что я не слишком умными словами пользуюсь, что все понятно для вас. Если есть вопрос, пожалуйста, в конце вебинара загадите. Так вот, и говоря о ценности критического мышления, сейчас здесь я бы хотел еще раз спросить другой, следующий вопрос, чтобы вы ответили, да, вы ответили, чтобы понять критическое мышление, а потом дальше разбираться. Известный ведущий на ТВ заверяет, что зрители, заверяет зрителей, что мировое правительство тщательно конспируется. Если кто-то, он говорит, если кто-то скрывается, значит, ему есть что скрывать. А уж мировому правительству есть что скрывать. Я бы хотел спросить, что убедительный такой довод. Продолжение следует... А, тут варианты вам... Да, варианты есть, можете ответить. Презентация не двигается. Повторите вопрос. Вопрос таков, что если кто-то, известный телеведущий говорит, что мировое правительство конспирируется, то есть есть, скрывается где-то, да? Если кто-то скрывается, значит, ему и есть что скрывать. А уж мировому правительству есть что скрывать. Вот, убедительный такой довод. И тут вариант есть. Да, в словах Ведушева все логично. Нет по телевизору одного раннего. И В, нет, вывод Ведушева не следует из его аргумента. Да, это не факт. Это просто оценка аргумента. Да, язык... Такое конспирование, да? Ну, здесь мы оцениваем аргумент, и мы находим либо правильное, либо неправильное решение здесь. Так, еще 20 секунд, и посмотрим. Сейчас я посмотрю на секунду. А, да. Минуточку. Клак. Если нечего скрывать, то зачем скрываться? Так. Хорошо. Вижу ответы. Б, А, А, Б, В. В словах Ведушева все логично, нужны факты. Да, на самом деле нужны факты. И нужны доказательства, нужны источники. Потому что уже вы начинаете сомневаться, это очень хорошо сомнением. На самом деле очень хорошо. Всегда надо сомневаться и всегда надо задаваться вопросом. И об этом мы сейчас поговорим. Давайте рассмотрим, что не так с таким утверждением. Вот здесь мемчик, Киселев говорит, совпадение не думаем. И, тем не менее, этот вывод не следует из его аргумента. Здесь было сказано, что если кому-то есть что скрывать, то не всегда он скрывается. Это правильно на самом деле. И рассматривается, что ведущий просто путает взаимосвязь и причинность. Об этом я сейчас расскажу еще. Такое рассуждение может легко привести к ложным заключениям при истинных посылках. Потому что просматривается просто причина А. Есть несколько причин. И есть следствие. Ведущий связывает все причины к следствию. Это как, скажем так, как статус успешным. И вы смотрите на Стива Джобса или же Билла Гейтса и думаете, что вот этот человек бросил университет, бросил колледж и стал успешным. И вы говорите, что ну, значит, так и надо делать. На самом деле это логическая ошибка. И это одна из причин, по которым Стив Джобс или Билл Гейтс стали успешными. Поэтому не сильно судите все книги по саморазвитию критически и не верьте всему, что говорят в книгах по саморазвитию. Потому что они рассматривают только примеры успешных людей. Они не рассматривают где-то, допустим, миллионы людей, пример миллионов людей, которые бросили университет и стали неуспешными людьми. Вот. И сейчас другой пример, который я использовал в Инстаграме. Я предупрежу, что я не собираюсь, я не согласен с данным примером, но я встретил такой пример в просторах вообще интернета. Говорит о том, что девушка не человек. То есть это один из видов аргументации. Вот допустим, девушка человек, да. Девушка молодая, значит, девушка – это молодой человек. Молодой человек – это парень. Тут у нас противоречие идет и говорится, что значит, девушка – это не человек. И здесь нарушаются все нормы логики, потому что в первую очередь из-за того, что это из-за лингвистической особенности, да. Потому что человек в славянских языках раньше считался мужчиной, мужчина просто, мужского рода. И сейчас и так сложилось, что молодой человек, и до сих пор так говорит, и до сих пор им непривычно называть девушку и обращаться к девушке молодой человек. Вот. Тем не менее, такая форма аргументации называется по одному из определений софизм. Софисты в античности всегда использовали такой вид аргументации. и говорили, что вот, допустим, у тебя есть собака. У собака есть, допустим, не знаю, отец, да. У тебя есть отец, значит, ты сын собаки. Вот таким образом, очень ужасным образом нарушают все логические доводы, все логические принципы и говорят, что? Чтобы доказать свою точку зрения. Для того, чтобы определить такую логическую ошибку, вам надо критические мысли, все это. Такие знали, что они не люди. Ой, кому они настолько ужасные? Не надо так. Так. Теперь мы поговорили про пример. Сейчас расскажу ценность критического мышления. В эпоху диджитализации встало очень огромное количество информации ежедневно поступает к нам информационные потоки, информационный взрыв, и мы не можем просто так, просто напросто фильтровать всю эту информацию. И для фильтрации нам нужно критическое потребление новостей, критическое потребление информации, чтобы понимали действительно, какая информация качественная, какая некачественная. Потому что сейчас сложно, очень сложно определить, какая информация качественная. И без необходимых навыков просто не обойтись. Так вот, сейчас стало, сейчас очень многие люди пишут, но очень мало кто читает. И поэтому из-за информационных потоков нужно уметь и иметь критические навыки и уметь критически потреблять информацию. Так вот, мы заговорили очень много про критическое потребление, потому что если... Потому что когда у вас есть вот такой навык, да, вот такое, скажем так, умение критически потреблять информацию, вы можете понять, что действительно 5G интернет, антенны 5G, они не передают коронавирус. То есть, что это вот такая акция против китайских компаний, что Билл Гейтс не создавал коронавирус, потому что только потому, что Билл Гейтс где-то 5 лет назад предупредил людей, чтобы они были готовы к новой эпидемии, да, исходя из прошлых опытов, тоже синтез идет. Вот, Билл Гейтс просто предупредил людей, выступил как аналитик, как аналитиком, и сейчас его обвиняют в том, что Билл Гейтс создал коронавирус, и сейчас он хочет достичь своей цели, поэтому он так поступил с нами. И основывается только на предыдущих его высказываниях, что надо готовиться. Вот, и фейковые новости, если у нас не будет критическое потребление новостей и информации, фейковые новости ежедневно будут нами манипулировать, и мы ежедневно будем сами распространять дезинформацию. И сейчас я об этом и расскажу. Допустим, первый рисунок. Обратим внимание на первый рисунок. Это новость, это твит Минобороны Российской Федерации, который был опубликован в 2017 году. И в 2017 году был опубликован твит о том, что здесь некий Минобороны России нашли некие доказательства о сотрудничестве Соединенных Штатов с ИГИЛом, террористической организацией, запрещенной во многих странах. Вот, и они скинули вот такие кадры и сказали, что это доказательство. Простой пользователь твиттера, фейсбука, или же, не знаю, простой пользователь интернетом поверил бы во всем этом и сказал бы, действительно, они сотрудничают. Тем не менее, некоторые внимательные наблюдатели этих новостей, они сказали, взяли новость и сказали, что на самом деле второй кадр, который есть в доказательстве, говорит, что это взято из мобильной игры. Они доказали, что вот это взято из мобильной игры. Вот, источник есть в конце презентации, о котором вы можете посмотреть. И третий кадр говорит о том, что вот другие кадры, другие пользователи нашли другие кадры новости и сказали, что это взято с другой атакой ВВС из Ирака. После того, как показали эти, скажем так, доказательства, да, выявили, расшифровали все это, Миноборона Российской Федерации удалило просто эти кадры из Твиттера. И это был ужасный удар по статусу данной структуры. Поэтому посмотрите это, не будьте бдительными, не обращайте внимания и не распространяйте дезинформацию. Дальше. Так вот, опять мои гибки не работают, что очень плохо. И сейчас я расскажу, почему именно критическое мышление. Я расскажу о своем опыте. Но перед этим я бы хотел сказать, что... Как вы думаете, ребята, вот, ребята, которые присоединились к нам, да, из всей Центральной Азии, очень хорошо. Я бы хотел спросить у вас, что... Вообще, какая цель, какая главная цель у образования, образовательного процесса? Знание или научить людей думать? Если вы согласны с заявлением, что главная цель у образования – это знание, ставьте плюс, пожалуйста. Если вы согласны, что главная цель у образования – это научить людей думать, ставьте минус, пожалуйста. И я где-то ставлю на 40 секунд. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... я не ожидал такого хорошо все вопросительный знак так я сейчас посмотрю хорошо спасибо большое за ответы действительно я бы хотел просто посмотреть как как вы думаете то что главное образование да потому что я я как у меня был опыт обучением в колледже американских колледже и я сейчас расскажу почему именно я таки пойду по моему мнению очень спорный вопрос так как из нами кто изменить наши мышцы тоже вариант тоже вариант я я я не могу просто не согласиться с вами и просто хочу сказать что по большому счету результат меня удивил я думал что думаю что многие люди просто скажешь главная цель образования знаний тем не менее в америке допустим в европейских странах главный цель образования думаю это научить людей думать а по большому счету сходясь скажем так системы образования в наших странах центра вот говорят что не все знания используют люди используют в жизни поэтому надо научить их думать так вот сейчас посмотрим спасибо большое за ответы и вот если мы посмотрим у себя просто в этих странах постсоветских странах центральной азии особенно нам нас преподаватели нас не любят только потому что мы им задаем вопрос сократические вопросы да вопрос почему зачем и так далее выясняющие такие вопросы называются сократические вопросы по вашему нет я я согласен ни с тем заявлением с другим и так вот если мы задаем при своим преподавателем университетах почему именно она так считает почему именно такое предложение да такой уход собой такой ход событий преподавательница тамара в дугали на это такое я выдумал это не буду на скажет что потому что я так сказал то есть то есть уровень аргументации крутой да очень-очень хороший говорит о том что критические критическое мышление очень развита вот просто простой примере своей жизни я думаю что у меня был опыт просто на втором курсе когда я сдавал зачет презентацию давай там было определение одно из определений критик по критическому мышлению преподавательница просто посмотрела на это и сказала что ты кто такой вообще говорит про критическое мышление и твое определение неправильно и отправила меня на пересдачу и сейчас я смотрю на это и говорю что на самом деле непрофессионализм такого преподавателя преподавательницы такой поражает поскольку о критическом мышлении масса определений и научное сообщество до сих пор не пришло к единому определению и мнению поэтому нам нужно чтобы нам нужно чтобы мы научились задавать вопросы чем больше вопросов тем больше знаний тем больше мы будем развивать свое критическое мышление я согласен с вашим мнением да 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 я я никак не могу просто так ругать вас за то что неправильно ваше мнение критическом мышлении просто цель то что сомневаться и давать какие-то новые свои понятия да сейчас я расскажу почему потому что допустим в древней греции было то что ученик бросает вызов своему учителю и гуманитарных науках это часто встречается то есть я не согласен с вами это отлично сомневаться это отлично новые идеи тоже замечательно допустим платон говорит что первое что появилось в мире это идея появление земли аристотель говорит что нет идея нет не первое что появилось а материя потому что до того как земля или материя не появилась мы не можем думать о ней вот такие вот из-за того что в философии многие люди не соглашались поэтому так много стало философских направлений философских школ и у этих философов было очень сильно развита критическое мышление я тоже вас призываю к тому что не то чтобы стать философами то чтобы просто сомневаться не соглашаться давать новые свои понятия если вы хотите это нормально это хорошо давать инновационные идеи и сейчас это важно в 21 веке вот вот и эти эти поинты сделаны на основе своего опыта во время учебы в американском колледже в штате джордж и почему американские студенты именно они оценивают события не заучили дату их происхождения причем это вообще критическое мышление американские студенты они по большому счету анализируют события нежели запоминают даты их происхождения я не призываю вас к тому чтобы думаю будут будут в записи но где-то час не длится эфир так вот запоминать их даты тоже хорошо тем не менее многие из нас если мы знаем даты мы не знаем мы не анализируем события допустим американский студент не знает дата вьетнамской войны значимой даты в истории соединенных штатов но этот студент может сказать как повлиял этот студент может сказать как повлиял это событие историю дальнейший ход событий истории сша Вот. Второе – это то, что не все из нас знают причины Второй мировой войны, да. Одна из причин – это окончание Первой мировой войны. И для того, чтобы понять вот эти моменты, надо анализировать все события. Потому что Гитлер не хотел вернуть те земли, которые потеряла Германия после окончания Первой мировой войны. Вот. Поэтому надо анализировать события и оценивать события. Несогласие в американских вузах поощряется. На самом деле, учителя будут с тобой обсуждать и будут просто дебатировать с тобой, если ты несогласен с нами. И за это не ругают тебя. И что это очень хорошо. Научиться мыслить самостоятельно. И плюс американские системы, образовательные системы в том, что они научат людей просто самостоятельно думать и критической мыслить. Потому что если мы посмотрим на их экзамены, выпускные экзамены, на их выпускные экзамены, TAS, IT, GMA, GIE, там есть поинты, там есть категория и экзамены, где уровень критического мышления оценивается. И TOEFL, IELTS – то же самое. То есть тебе дается текст, состоящий из 700 слов, тебе есть 25 минут. И тебе нужно просто в течение этого времени прочитать этот сложный научный текст и ответить на вопросы, что очень сложно. И эти экзамены не проверяют твой уровень английского языка, не говорят о том, насколько у тебя крутой английский язык. Они не проверяют, насколько ты критически мыслишь, насколько ты быстро можешь находить нужную информацию и отвечать на вопрос. И уровень тайм-менеджмента. Вот так и есть. Поэтому это важно сейчас иметь такой навык. Так вот, другой момент – это дебатные сообщества в американских университетах и в европейских университетах. Очень сильно развит. Дебат. Что такое дебат? Дебат – это инструмент развития критического мышления. Это платформа, где есть сторона за, сторона против, и они обсуждают какую-то проблему. Они говорят, допустим, что смертная казнь – это хорошо. Другой сторона позиция, сторона, которая против, говорит, что нет, нехорошо. Они объясняют, почему. Так вот. И можно сказать, что… Я потом позже про дебатные сообщества расскажу вам, для того, чтобы посмотреть, научиться дебатировать. Вы можете также самостоятельно заниматься этим. Но сейчас про принятие решений. Как критическое мышление поможет вам при принятии решений принимать более, скажем так, эффективные решения в своей жизни. И не только в своей профессиональной и повседневной жизни. Так вот. Сначала черты характера критическо-мыслящего человека. Критическо-мыслящий человек, он внимательный, он любознательный. Он обращает внимание на каждую деталь, в которой задание есть, инструкции есть. То есть, исходя из того задания, которое я вам дал, тоже объясняется так, что надо обратить внимание на детали. Любознательный. То есть, когда вы видите какое-то утверждение, вам необходимо, чтобы вы сами исследовали этот вопрос и искать. Чем больше источников, тем лучше для вас. Вы не попадете на фейковые новости, вы не попадете на какую-то, скажем так, ненужную информацию или дезинформацию. Уверенность в себе. Вы знаете свои плюсы и минусы. Открытость и непредубрежденность. Да, вы можете легко менять свою точку зрения, если узнаете, что на самом деле она неправильная. По большому счету, вы такие уверены в себе, что мы думаем, если факт противоречит моему мнению, значит, плохо факту. Значит, я не собираюсь менять свое мнение. Это очень плохо. Надо менять в современном мире, где ежедневно меняется все, надо уметь менять свою точку зрения. И интеллектуальная смелость – это говорит о том, что надо задавать больше вопросов. Чем больше неприятных, тем лучше для вас. Воздерживаться от поспешных осуждений, веро в разум, что есть несколько конкурентов разума – это эмоции, религия, интуиция, после которой вы не можете принимать какие-то рациональные решения. И вот такой критический мыслящий человек должен оценивать эти эмоции в своем эмоциональном состоянии, чтобы не предпринимать какие-то решения, которые потом приведут к плачевным последствиям. И поэтому нужно уметь критическую мысль. И стремиться всегда к поиске истины. Хотя бы чуть-чуть приблизиться к тому, что есть истина. На самом деле, я думаю, никогда невозможно достигнуть, но можно чуть-чуть попробовать. Итак, наверное, у вас вот такие лица, и вы такие смотрите на меня, говорите, ну, понял, что дальше. Да? Если бы моя девка здесь работала, она бы сказала, что do your research, то есть исследуй проблему, какую-то проблему, какой-то вопрос, любой вопрос. Я сейчас расскажу, что такое исследование, и я сейчас покажу методы развития критического мышления и как самостоятельно можно развить этот танк. Итак, в первую очередь совет Джордана Питерсона. Если кто не знает, он один из противоречивых... Джордан Питерсон – один из противоречивых спикеров и ученых 21 века, сейчас, сегодняшняя дня. Его называют также очень таким правым радикалом за его идеи. Вы можете посмотреть его ролики в YouTube. Он очень стал популярным после того, как он дебатировал со многими знаменитостями. Так вот, он клинический психолог и говорит, что лучший способ научить людей критическому мышлению – это научить их писать. Потому что нет никакой разницы между этим и письмом. И Джордан Питерсон, он удивляется тому, что почему в школах, почему в университетах сейчас не говорят, почему тебе надо писать эссайл, почему тебе надо писать сочинение. Надо это объяснить людям, надо это объяснить своим братьям, сестрам, поскольку писать в первую очередь развивает ваше творческое мышление. Во-вторых, развивает то, что вы можете выдвигать свои предложения, свои идеи в виде письма. И для того, чтобы у вас получился хороший эссе, вам нужно согласовывать все эти предложения, все эти идеи, все эти параграфы. И для этого нужно мыслить дальше, дальше, дальше. И для того, чтобы ваши аргументы стали более веселыми, вам нужно также размышлять очень много, думать очень много. И поэтому, когда вы будете писать много, когда вы будете писать эссешки, и по мере того, что ваше письмо развивается сильно, ваше критическое мышление тоже развивается сильно. Поэтому в первую очередь, необходимо, чтобы вы научились писать очень хорошо. И учтите это, и занимайтесь всегда этим. Поэтому практика делает man perfect, и это тоже, можно сказать, подходит к нашему утверждению. Вы занимаетесь письмом, в первую очередь. Во-вторых, Юрий Дульс говорит в одном из своих выступлений, что умеет думать и задавать правильные вопросы. Говорит, что многие из нас не имеют правильного поставлять вопрос. Что очень плохо для нас, да? Но я бы здесь хотел отметить, что до того, как Дуди этого сказал, отметил про это, про это давно Сократ сказал в античности, что надо задавать вопросы, что путем вопросов можно прийти к истине, что можно решить какую-то проблему путем вопросов. А почему так, да? А зачем так? Не знаю, еще другие вопросы. То есть нам нужно уметь задавать вопросы, смотря на то, что эти вопросы не нравятся нашему собеседнику. Надо задавать некому какие-то, скажем так, которые действительно правдивые, действительно каверзные, сократические вопросы. Надо уметь этому навыку. Все очень просто. Для того, чтобы научиться задавать правильные вопросы, надо сначала научиться хорошо писать, хорошо формулировать свои вопросы. Андрей Суховский, кандидат к культурологии, тоже говорит, что развивать рефлексивность в себе, умение критично смотреть на себя со стороны. Что такое рефлексивность? Это когда мы смотрим со стороны, почему именно мы совершаем такие ошибки. И поэтому мы задумываемся о своих решениях и говорим, что надо в дальнейшем, надо просто по-другому действовать. Поэтому развитие рефлексивности в себе, чтобы критично смотреть на себя со стороны, тоже развивает критическое мышление. Просто ты смотришь, что, допустим, я сделал... Я не учился, да? Я не учился, я получил плохую оценку. Это простой примитивный пример. И когда вы задумываете о том, что в своих решениях, углубленном, вы развиваете на этом этапе свое критическое мышление. Если вы будете дальше заниматься этим, то есть рефлексивностью, вы больше будете делать правильные и эффективные решения для себя. Поэтому надо уметь и смотреть на себя критично тоже. Так вот, остальные методы, остальные советы – это личные, то есть из личного опыта. И я бы хотел сказать, что для того, чтобы не попадаться в фейковые новости, дизинформации, надо читать не только новости, но и научные работы, в том числе аналитический доклад. Потому что в аналитических докладах вы сначала учите предысторию, вы изучаете сегодняшние события, и вы видите какие-то рекомендации для дальнейших событий. Берем коронавирусную эффекцию сегодня. Аналитики смотрят, откуда вирус появился, показывают конкретную страну, конкретный регион, говорят, что почему сейчас в этом регионе ситуация так, и дают некоторые рекомендации странам, допустим, в Центральной Азии или же СНГ, как отреагировать на эти кризисы. И поэтому это развивает больше ваше критическое мышление, и вы узнаете новую интерпретацию, новую точку зрения. Читать отзывы критиков о фильмах, узнать новую интерпретацию. И просто надо уметь узнавать интерпретацию одного фильма с разных сторон. Потому что, допустим, просто одна серия черного зеркала может иметь несколько интерпретаций. И для того, чтобы научиться критической мысли, надо оценивать другую точку зрения. Чтобы оценивать, надо просто читать отзывы критиков, отзывы других людей, как они думают о серии, как они думают о книге. Вот отзывы читать, критики читать – это очень хорошо. Посмотреть дебаты и лекции ведущих университетов в YouTube. Сейчас YouTube стал очень классной платформой для саморазвития. И нам тоже пригодится для того, чтобы развивать свое критическое мышление. Мы можем развить этот навык путем просмотра дебатных раундов. Есть дебатные сообщества Oxford Union в YouTube. И они дебатируют на очень крутые темы, начиная от технологий, заканчивая до социальных проблем. И там можно посмотреть это все. Это все бесплатно. И таким образом вы можете узнать новую интерпретацию, новую точку зрения. Так, лекции Гарвардского университета про справедливость. Чтобы научиться дальше критической мысли, вам тоже нужно, чтобы вы обращали внимание на мнение психологов, на мнение философов, которые анализируют какое-то понятие. И это происходит в лекции ведущих вузов. Гарвардский университет ведет лекцию про справедливость. Я имя профессора забыл, честно говоря. Но можете посмотреть, там несколько видео, часовой такой ролик. Можете посмотреть для того, чтобы развивать так же критическое мышление. Да, я в конце скажу с точки и сайты. Я в конце скажу, пока продолжу с презентацией, чтобы успеть такое время. Спасибо большое за вопрос. Итак, и сейчас вы думаете, что все очень сложно, все очень плохо. На самом деле все не так плохо, как кажется, все не так сложно, как кажется. Здесь гибко было, Шерлок двигается и стреляет по стене. Вот, и что делать для того, чтобы... И чтобы не было вам скучно, чтобы не было вам сложно, я вам предлагаю решить следующую задачу. Не обращайте внимания на картинку. Это мемчик просто в интернете, взят из интернета. Говорится, что три замечательных человека смотрят друг на друга. Это про вас, каждый, который смотрит на это. Так вот, задание. Достан смотрит на Исмаила, Исмаил смотрит на Азамата. Есть три человека. Достан, Исмаил, Азамат. Достан смотрит на Исмаила, Исмаил смотрит на Азамата. Достан женат, а Азамат холост. Исходя из этого утверждения, можно сделать вывод, что женатый смотрит на холостого, и наоборот. у вас допустим полтора минуты для решения данной задачки я буду ждать и потом скажу что и нет ну нет так нет если вы можете хоть хотите объяснить то объясните нет почему да если не хотите просто скажите кастом смотрит на из моего смоил смотрит на азамата вот дастан женат азамат холост сам от куда смотрит хороший вопрос можно сказать что азамат смотрит на из моего в условиях задачи нет но мы просто говорим что тут не сказано замок куда смотрит поэтому просто смотрим на условия задачи так вот продолжаем продолжаем нет потому что утверждение от факта что достану смотрим на замок и наоборот хорошо есть это стан смотрит на замок из моего туда тоже творческое креативное такое мышление решение проблему задачи так вот 10 секунд и теперь хорошо спасибо большое за за участие какое семейное положение у смысл и смысл может из моих произведем вот сейчас мы уже подходим к тому что критические мысли мы подходим к тому что на самом деле у нас информации нет об исмаиле то есть мы не знаем из моих холостой или же женат так вот поэтому да можно при любом поскольку мы не знаем есть информация об исмаиле мы можем сказать что женат и смотрит на холостого или же холостой смотри на жанат жанат почему если исмаил холостой то достан смотрит на из моего достан который женат и который холостой да вот условия задачи выполняется если же из моих женат из моих смотрит на азамата то условия задачи выполнять из холостой смотрит на женат все просто на самом деле не очень просто я сам несколько раз задумывался и решал как как это правильно как неправильно то тест на внимательно естественно то что у нас нет никаких доказательств никакой информации об исмаиле стопроцентно было здесь сказано ой то есть так из моего женат азамат холост да здесь запечатка есть спасибо большое и во всяком случае условия задачи выполняется поскольку даже если с моим женат азамат холост то есть мы посмотрим из этого что женат и смотрит на холостого и условия задачи тоже выполняется поэтому надо обращать внимание так вот спасибо большое за участие в данном задании и сейчас мы перейдем к тому чтобы посмотреть на ресурс которые нужны нам для того чтобы развить свою критическое мышление ресурсы в первую очередь это книги для того чтобы до развивать это надо много читать и переборщит от стюарт ханском критическое мышление основы во вторых это мало и сократической диалоги платон уже сказал что сократ слишком много вопросов задавал всем людям людям афин и они все просто подумали что сократ какой-то идиот и просто потому что он разрешал они думали что сократа разрешал афинскую молодежь и приговорили к суду кайст казнили его да так вот электронную книгу можете закрыть на моем телеграм-канале так вот третья книга это эммануила канта критика способности суждения эммануил кант очень очень сильно думает о критическом мышлении и поэтому он много его книг но он пишет так критика способности суждения критика чистого разума или же какой-то другая критика того чтобы понять другую точку зрения и что развивает критическое мышление необходимо читать книги философ которые также думают о другом так есть некоторые курсы которые развивают ваши критическом и это курс от эдекс философия критики критическое мышление курса от курсера критическое мышление в век информации и курс от фьючер любая логические критическое мышление. Есть еще курсы, что учиться, научиться учиться, типа learn to learning, learning to learn, то есть для того, чтобы научиться чему-то новому, вам необходимо, чтобы критически относиться к любой информации, к любому предмету. Такие курсы вы можете найти в интернете. Но, однако, эти ресурсы, которые здесь предоставлены, они взяты из многих рекомендаций, и думаю, что они самые полезные для развития критического мышления. Так вот, и мы успеваем по времени, минута-две, час-две-три минуты, и мы подходим к выводам сегодняшнего вебинара. В первую очередь, я бы хотел сказать, что надо, какой вывод можно сделать из данного семинара, семинара или же презентации. Во-первых, надо быть бодителем к любым утверждениям, к любым фактам, которые голословно произносите, к любой информации. Во-вторых, надо задаваться вопросами, исследовать. Всегда сомневаться, конечно, быть бодительным, сомневаться всегда. Когда вы сомневаете, у вас возникает вопрос. Задавайте себе вопросы и исследуйте какие-нибудь факты, исследуйте вопрос до конца, изучайте сами. Относиться к себе критически и быть открытым. Не думать, что вы идеальный человек и можно, чтобы вы меняли свою точку зрения. Постоянно развиваться, постоянно думать, что действительно еще вам не стоит предстоит очень многому научиться и быть критическим мышечным человеком. Действительно, после данного юбинара вам необходимо просто обращать внимание на детали, на условия задачи, на все, что вам говорят. Сомневаться в любом утверждении, которое вам говорят и в любой новости. И самому надо исследовать все это. Так вот, здесь источники. Некоторые источники взяты из информационных порталов, из ютуба, из видеоуроков, из тетоксов. И источник первые. Вот здесь вы видео можете потом найти в ютубе, а потом я могу еще презентацию вам скинуть, для того, чтобы проверить, да, утверждения, которые сделаны в ходе этого вегинара. Поэтому вы можете просто не верить моим словам, вы можете сами проверить все, что тут сказано, кроме личных опытов, примера из личного опыта, который я использовал. Вот это второй слайд со всеми источниками. И можете потом проверить сами. Так вот, спасибо всем большое за внимание. И я очень, я был очень рад провести свой первый вегинар, да, скажем так, с дебютом. И казалось, очень интересный формат. Поэтому, если есть какие-то вопросы, обращайтесь по моим вот таким контактам в социальных сетях. Я практически есть во всех социальных сетях. Facebook, LinkedIn, LinkedIn, Telegram, Twitter, Instagram. Можете меня найти по, как ходить эту лазьмзу, да. Можете задавать вопросы и спросить что-нибудь, какие-то советы, какие-то материалы, какие-то ресурсы. Я всегда рад. А сейчас, сейчас мы перейдем к слайду, где есть вопросы и ответы. Я могу ответить на ваши вопросы. Спасибо. Так, сначала я тогда посмотрю, пока другие томы, да, если есть какие-то вопросы. Я посмотрю другие вопросы, которые были заданы в семинар, вебинар. Так. Сайты, где можно найти аналитические доклады. Я вам скажу, что если здесь присутствуют люди, которые исследуют мировую политику, да, и вообще политику, международные отношения, есть сайт RCND, российский совет по международным делам, если я не ошибаюсь, RCND. И где публикуются только аналитические доклады, только аналитические статьи. В первую очередь. Во-вторых, у Кабар Эйджи есть своя платформа аналитических докладов, аналитических статей, кабар.эйджи, где многие работают, пишутся только для Центральной Азии, только по вопросам, касающимся Центральной Азиатских стран. И для того, чтобы... Я сейчас не хочу сказать, да? Это Кабар Эйджи, это RCND, российский... RussianCouncil.ru Это WorldPolitics, я думаю. Я забыл аналитические источники, английские источники, но вы можете потом ко мне обратиться, я вам предоставлю все английские источники, если у вас хороший английский. Тем не менее, можно еще сказать, что когда читаете, допустим, The New York Times, там есть графа, категория opinions. То есть там какой-то журналист, какой-то аналитик говорит про свое видение какого-то события, да? Вот вы можете обратить внимание на эти моменты, чтобы читать другую точку зрения, чтобы узнать аналитические выводы какого-то ученого, да? Во многих газетах, во многих журналах есть графа opinions, то есть это видение какого-то ученого. И здесь, и там пишутся аналитические доклады. Можете написать здесь. Я написал, но вы можете просто гуглить, это Кабар Эйджи, платформа, где публикуются аналитические доклады, аналитические статьи и работы. Есть школа Кабар Эйджи. Кстати говоря, амбассадору вот этого, скажем так, онлайн-школы, где школа. И благодаря этой школе мы сейчас с вами сидим и проводим вебинар. Так, допустим, в интернет-пространстве мы наткнулись на новость, которая вызывает подозрение. Как можно проверить ее недостоверность? Очень хороший вопрос. Это фейковые новости. Тема фейковых новостей сейчас очень острая. И есть некоторые критерии, по которым можно определить фейковую новость. Это новость, которая вызывает больше всего эмоции, очень сильно влияет на эмоции, очень сильно говорится, что вот столько жертв, вот так-то, вот государство ничего не делает и так далее и тому подобное. И вот такие новости вы можете просто копировать в некоторый фрагмент, просто вставлять. Допустим, пример из жизни. Когда была новость о том, что президент Туркменистана Туркменистана Бород Мухаммедов умер, я просто взял вот так, президент Туркменистана умер, да, и просто читал все источники, которые были в интернете. И не нашел ни одного конкретного источника, который бы сказал, что вот у нас есть достоверный источник где-то там в стране. Все источники, которые я читал, они обращались к одному и тому же человеку, к одному и тому же человеку и аналитику, в которой находился в России. Вот. И эта новость оказалась фейком, потому что один источник информации не может стать достоверным источником, да, сейчас, потому что слишком много фейковых новостей и дезинформации. То есть вы можете просто копировать некоторые фрагменты статьи, вы можете просто написать, допустим, сформулировать по-своему, да, если там новость есть, что, допустим, там от наводнения погибло 200 человек где-то там, допустим, в Таджикистане. И в Таджикистане это надо просто проверять. От наводнения погибло столько, 200 человек, и просто пройти по источнику, который вы видите в его кухню. И если вы не можете найти достоверный источник доказательства, вам не нужно верить этому источнику, и это фейковые новости. Вот так. Были другие вопросы, да? Электронные книги можете загрузить в моем телеграм-канале. Можете потом ко мне обратиться, если вам нужны электронные книги, эти электронные книги я вам могу потом скинуть. А если для чайников, которые с английским, к сожалению, не дружат, что можете посоветовать? Спасибо большое за вопрос. Есть источник new to new. Это сайт, вот сейчас я скажу. Это сайт высшей школы экономики, который... Вот этот сайт. Высшая школа экономики, Тарас Пашенко, он проводит больше всего исследования по критическому мышлению и работает в этой сфере, в этом направлении. И вот new to new, там есть всякие тесты для того, чтобы проверять уровень критического мышления, там есть ресурсы для того, чтобы развивать свое критическое мышление, и там есть источники для того, чтобы дальше продвигаться по этому направлению. Вот. У меня один такой достоверный источник, я могу вам порекомендовать, это new to new, или же платформа высшей школы экономики. Так, более того, вспомню, кстати, есть дебаты в ютубе, ребята из Казахстана, из Кыргызстана, из Таджикистана, из Таджикистана, они дебатируют на разные темы, записи находятся в ютубе, где проводят записи каких-то дебатных раундов, да, по многочисленным вопросам. И вы можете обратиться к этим роликам, посмотреть эти дебаты и просто узнать новую точку зрения. Много людей очень слабые в собственном обращении. На самом деле, очень хороший вопрос о том, что мы все эмоциональны, мы все существа такие, всегда находимся под эмоциями, да. Тем не менее, я уже сказал, что для того, чтобы трезво оценить ситуацию и информацию, надо просто успокоиться, если вы эмоциональны, задаваться вопросом, почему именно вы попали, не знаю, в стрессовую ситуацию, почему именно стали судить проблему таким образом, и остановиться, и задуматься, действительно ли такое решение мне поможет, да, а если я ударю этого человека, это поможет мне или нет. Да, в какой-то степени тебе поможет в эмоциональном плане, а в другом плане можно сказать, что потом тебя могут засудить для этого. Что это очень плохо, что провокация, даже если бывает, и надо просто задаваться вопросом и просто оценивать ситуацию трезво. То же самое я говорю, что для ведения переговоров – это навык очень важный, поэтому, когда дипломаты сидят за стол переговоров, и они всегда стараются задаваться вопросами, останавливаться и оставлять свои эмоции где-то в стороне, да. Вот. Я думаю, так, косить эмоции без этого никак, лично по моему мнению. Да, без эмоций никак. И мы, я еще раз повторяю, что существа эмоциональны, тем не менее, можно останавливаться и задаваться вопросами. И вопросы, как уже Сократ сказал, как Юрий Тусь уже отметил, да, что вопросы могут привести нам к истине. Даже если мы не достигнем истине, мы можем прийти близко к истине. Вот. Я задаю вопрос, обычно я задаюсь вопросом, что стоит ли делать так? Почему не надо поступать именно таким образом? Потом эмоции самого тихо. Так вот. Видеть таких людей на дипаторе, результат вас удивитель. Вот. Да. Многие политики, они слишком эмоциональны, поэтому сразу бросаются, такая, бокалы бросают друг на друга и ругают друг друга за это. Пример может стать предыдущие дебаты в президентстве, когда Ксения Собчак бросила стакан воды на Жириновского. Вы считаете, что истина существует? Это очень философский вопрос. Истина. Никто на этот вопрос, думаю, до сих пор не ответил достаточно развернуто. Все философы думают и никто не догадается. Поэтому есть вопрос о том, что появилось впервые, курица или же яйцо, да, до сих пор никто не может нормально отвечать. Платон говорит, что идея Аристотик говорит, что нет материи. Потому я придерживаюсь нейтрального позиции. Я думаю, что есть где-то там, да, но мы не можем достигнуть ее полностью. Петух, курица, петух. Вот. Если есть еще вопросы, я готов отвечать на вопросы. На них есть, если я стараюсь принести контентную аналитическую тему, как реагировать на критику по поводу внешности в сети. Внешность – очень интересный вопрос. Вам в первую очередь надо выработать уверенность. Не обращайте внимания на то, что вам люди говорят. Люди могут всякой наговаривать вам, но вы просто умеете трезво оценивать ситуацию, просто себя, да, свое мышление, свое мировоззрение. Если у вас хорошо получается, и... А! В смысле, что люди не слушают мою речь, а критикуют мелочь. На самом деле, я не до конца понял такой вопрос, да, внешность я понял, как, ну, внешность, лицо... Если аналитические темы, всегда найдутся единомышленники. Я всегда с удовольствием читаю аналитические статьи, аналитические доклады. Я всегда с удовольствием воспринимаю критику, и это хорошо. Если критика конструктивная, что имеется в виду? Если критика может научить меня чему-то, да, то это хорошая критика. Если нет запросто такая... Если многие люди, которые вступают с радикальными мнениями, то я не буду слушать таких людей, я просто блокирую их, я просто не обращаю внимания на них. А аналитические статьи надо просто исследовать дальше, скажем так, в Инстаграме или же в Фейсбуке. Есть много платформ, можете найти своих единомышленников. Один из таких единомышленников – это я. Истинно неустойчивая. О, мы можем об этом говорить... А, говорится потом подробно, и философски думать об этом. Да, да, лицо именно, черты лицо. Ой, вы не обращайте внимания на этих людей на самом деле. Вы просто прекрасный человек, уникальный в своем роде. И имейте в виду, что каждый человек уникальный, вы просто прекрасный со своей головой, со своим мировоззрением. Если вы можете писать на аналитические темы, аналитические записки, то это больше, скажем так, превышает ваш статус перед какими-то критиками, которые нифига не понимают. Простите меня за поражение. Поэтому не обращайте внимания на это. И всегда найдутся единомышленники, всегда найдутся критики, потому что человек же не монета, чтобы всем понравилось. И вот одно без другого не существует. Поэтому пищите и развивайтесь дальше. Так, спасибо большое за вопрос. Если есть другие вопросы, я готов ответить. Здесь нет. То тогда, получается, мы прощаемся с вами. Спасибо большое, что вас, товарищи, так слушали мою очень сложную, нутную, скажем так, временами речь и посмотрели вебинар. Если есть какие-то вопросы, у меня есть вот здесь контакты. И развивайтесь, учитесь и не обращайте внимания на критиков, если они не конструктивы. Все. С вами прощаемся. С вами был Хаджи Тула Зимцеда. Спасибо.